Едем в Турцию, на автомобиле, на пароме. Она ничего не знает, я хочу ей сделать предложение. Всем привет! Едем в Турцию, на автомобиле, на пароме. Мы сейчас стоим в очереди, чтобы загружаться на паром. Вообще не интересно какой-то покупать тур, ехать в Турцию, тюленить в каком-то отеле, быть ограниченным передвижением. А так мы составили маршрут. Полтурции объедем. Самые классные места у нас есть в две недели. Что по ценам? 190 долларов стоит перевоз машины на пароме. И 75 или 80 долларов один человек, ну это если сидячее место. Но так как плыть сутки, то мы взяли за 100 долларов на человека, чтобы в каюте спать. Каюта двухместная, без подселения. Потому что есть каюта сейчас в подселении. И на пароме трехразовое питание это все покажем. Сейчас у нас 28 августа 2020 год. Еще такой прикол. Я сейчас покажу, чтобы Саша не видела. Она ничего не знает. Я хочу ей сделать предложение. Вот и купил кольцо с бриллиантом. Я не знаю, как я сейчас фирестаможнюю его буду проносить, чтобы Саша ничего не заметил. Я ей хочу на день рождения сделать предложение. Она вообще ничего не подозревает. Это капец будет. Мы уже на корабле. Мы прошли все. Таможню, паспортный контроль. Машину, правда, еще не поставили. Грузовой отсек. Пока фуры грузятся. Каюта 8106. На двоих. Собственный туалет. Собственный душ. Ну, конечно, не такой, как в пятизвездочном отеле. Шкафчик. Если замерзли, вам грелка есть. Двухъярусная кровать. Столик. Розетки 220. И открывающееся окно. Круто. Можно друга на цветы записать. На территории снимать нельзя. А внутри корабля снимать можно. Как так. Круто. Пока мы гуляем здесь по палубе корабля. Вон моя машина стоит. Я еще ее не загрузил. Жду команды. Махина такая здоровая. Вообще капец. Но очень много куда пройти нельзя. Очень много проходов закрыто. А это общая комната. Там где по 80 долларов билеты. Сидячие места. Вот здесь вот так вот. Кому повезло возле окна сидит. Можем втычить телевизор. И туалеты вообще. Здесь бар. Можно бахнуть что-то. В выходе из лифта на самой нижней палубе мы моментально выходим в грузовой отсек. Вот уже фуры плотненько стоят. Скоро и будет очередь легковых автомобилей заезжать. Ужин должен был быть в 6.30 вечера. Его задержали на 25 минут. Люди все злые, голодные. И это при том, что легковые автомобили еще не погружены. Будьте готовы к тому, что по времени все не так, как пишется. В Украфере написано, что в 6 часов вечера отправляется в теплоход. Но он отправляется по ихнему расписанию местному. Именно порта в 8 вечера. И сказали, что он в 8 вечера точно не отправляется. Так что будьте к этому готовы. Нас ведут к нашему столику. У нас картошка какая-то отбивная, овощи, какой-то салат, печенька, хлеб, чай. Уже стемнело, потому что ветер утих. Первое мое путешествие с автомобилем на бароме. Мужики отдают швартовый. Маршевые двигатели, или как они там называются, уже херячат. Прогреваются. Дым с четырех труб валит так, что мама не горюй. Диаметр трубы, наверное, сантиметров сорок, если не больше. Так шпарит, что просто капец. И чувствуется вибрация дизелей, двигателей, которые крутят винт. Офигенное ощущение. На камеру это, конечно, не передать, но реально очень круто. Это офигенно. Я очень вам рекомендую поехать на пароме куда-то. Поедете в путешествие. Может даже без машины, но просто на пароме в Грузию или в Турцию обязательно. Это очень круто. На самолете таких классных ощущений нет. Это вообще новые, кайфовые, офигенные ощущения. Все, мы плывем. Пока медленно наплывем. Такой низкочастотный звук двигателя. Офигенные ощущения. Меня эмоции вообще переполняют. Огонь просто. Вот. Я даже бутылку мартини уже все допил. Доброе утро. Нам. Доброе утро. Завтрак сделали. В общем, омлетик, огурчик, кряженка, хлеб. Ну, в общем, такой вот завтрак, чай. И можно взять себе дополнительно манную кашу. Представляете? А мне нельзя манную кашу. Вы можете кому-то сказать, что вы были вот здесь? Берегов не видно. Вода чистая. Медуз вообще нет. Объявили, что под килем 400 метров глубина. Температура воды 21 градус. Вот что я точно посреди моря не ожидал увидеть. Так это птицу. Там вдалеке очень летает птица над водой. Ловит рыбу. Как? Очень далеко. Мы посреди моря находимся. Я думал, птиц невозможно тут увидеть. А нет, вон летает. Офигеть. Поспали, поели, поспали, поели. Нас вызвали на обед. Я вам сейчас покажу, чем тут кормят на обед. Значит, есть суп, опять салат, вермишель, бифстроганов, яблочко, компорт и хлеб. Кормят тут круто, вкусно и много. Голодными не останутся. Приятного аппетита. Сейчас чуть-чуть колбасит корабль, потому что его немножко качает. Балы шторма повысились, наверное, 5 баллов. И очень сильные волны. На такое можно смотреть бесконечно. Зрелище офигеть. Ощущение просто супер. Я рекомендую вам очень такое путешествие. Экскурсию по кораблю делать не буду, потому что я уже все показал. Есть игровые автоматы. Если хотите поиграть, можно поиграть. Это у нас бар. Поехали. Всем привет. От аборигенов этого судна нам осталось плыть порядка 50 миль. Я думаю, в скором времени, в ближайший час, мы, наверное, уже сможем лицезреть землю турецкую. Смотря куда мы прибываем. Я только что дождь принял и вообще офигенно. У меня вид из окна это море. Дельфины сопровождают. Дождь принять это очень круто. Дождь классный. Вода горячая, пресная. За сутки это наш второй ужин. Последний прием пищи сегодня на корабле. Нам дали в этот раз рис. Ножка утки. Салат. Хлеб. Какой-то пирожок. Ну и чай. На входе можно взять острый перец чили. Зеленый такой, длинный, тоненький. Мы уже почти на месте. Осталось 34 километра. Видно уже турецкие горы. Это спасательная шлюпка. В нее влазит 55 человек. Всего таких шлюпок 4 на корабле. Сзади меня уже виден берег Турции. Осталось 12 километров плыть. Вот и наше путешествие через Черное море подходит к концу. Дальше путешествие будет на автомобиле. Как вы думаете, как мы будем возвращаться обратно в Украину из Турции? На пароме или ехать через Румынию? Можете писать в комментариях. И тем временем не забудьте подписаться прямо сейчас на мой канал. И позвонить в колокольчик. Просто берем, нажимаем вот эту вот кнопку. Тыцами. И она загорается серым цветом. Потом в колокольчик. Бац. Цынь. И все. И вы подписаны. И вы никогда не пропустите следующее видео. Поехали дальше. И Ve sigue Наталья. Визу махайет. Поехали дальше, backlash. Ипа. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы въезжаем в город Анкара В общем, в полдевятого мы на пароме причалили к берегу А в 12 ночи нас только отпустили Пришли домой уже, там вся фигня Четыре часа мы рыжили нас Мы за три с половиной часа доехали до Анкары Уже полчетвертого ночи Сейчас где-то переночуем, потому что устали И будем завтра гулять Вернее, уже сегодня Мы забронировали какой-то номер через букинг Первый попавшийся Стоит он 24 доллара За ночь Хоть и турок хотел 36 долларов с нас взять Мы показали ему цену в букинге Чтобы вы понимали, мы приехали в Турцию Мы не бронировали ни один отель У нас есть маршрут По которому мы проедем в Турцию Мы не бронировали, не покупали даже Обратный билет на паром Ни один отель не забронировали Мы приехали тупо на Абум, представляете? Вот вам покажем, как приехать в Турцию На машине, через паром Ничего не бронировая И в определенную дату 14 сентября мы должны отсюда уехать Потому что мне 15 на работу Мы спать Доброе утро Мы уже проснулись Сегодня у нас 30 число Второй день нашего путешествия И не будет в этом видео В этом выпуске про Турцию Никаких обзоров дорогих отелей Потому что мы берем по дороге Недорогие отели Минимальный набор, что нужен Это кровать, душ Свой собственный И все И чтобы не какие-то там хостелы Где там 10 человек Просто 2 человека Со своим душем и туалетом Это очень важно Так как в Турции жарко По возможности кондиционер Но не по возможности, а он нужен Потому что если очень жарко Спать будет невозможно Мы когда сюда зашли, было жарко Из окна видно Анкара Мы находимся на окраине города А вон весь город Вот что находится под окнами отеля Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Анкара Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это второй город в стране По населению после Стамбула Его население составляет Более 5 миллионов жителей Этот город известен Еще с 7 века до нашей эры Под греческим именем Ангора От которого сохранились Такие понятия Как ангорские козы Кошки Ангорская шерсть В настоящее время Замок Анкары Одна из главных Исторических достопримечательностей Столицы И его главная панорамная площадка С которой как на ладони Видно весь город Антианит Кабир После того как мы погуляли В Анкара Кастл Увидели Анкару Замка Сейчас мы находимся Там где мавзолей Где похоронен Первый президент Турции Антикабир Место называется На улице 37 градусов Жара капец Вот такая вот Прекрасная очередь Чтобы зайти Посмотреть на Мертвого президента Спасибо Мы поедем на озеро Купаться Сейчас Но не переживайте Я вам сейчас Фоточки с интернета Вставлю Анат Кабир Усыпальница Основателя И первого президента Турецкой республики Мустафы Кемаля Ататюрка Основателя Современного Турецкого государства В современной Турции Ататюрк Почитается Как военачальник Сохранивший Независимость страны Возглавив После поражения Османской империи В Первой мировой войне Революционное движение Ладно Я пошутил Я зайду в Мавзолей И покажу вам все Вы же мои подписчики Как не подписчики Не подписались? Тогда не пойду в Мавзолей Подписывайтесь на канал Звоните в колокольчик Я вас всех люблю И я вам сейчас покажу Что находится внутри Это делаю Для вас тоже А сегодня в Турции День Победы Сегодня у нас 30 августа 2020 года Ежегодно комплекс Посещает более 2-3 миллионов человек Субтитры создавал DimaTorzok Бедный Стоит на солнце Даже двинуться нельзя А тот в тени Субтитры создавал DimaTorzok У них прикол Ограничение по городу Знак висит Именно 82 километра в час Не 80 А именно 82 Мы уже выезжаем с Анкары Едем на озеро Кое озеро? Туз Туз Озеро Туз Это соленое озеро Мы попробуем там покупаться Оно очень соленое И постараюсь запустить дрон В Анкаре Дрон не запустил Потому что Слишком много полиции у них Очень много полиции Военизированные Бронированные машины Все с оружием И у них нельзя В Турции запускать дрон Без сертификата Тут с этим все очень строго И большие штрафы Поэтому Буду запускать дрон Уже не в городах А Более в таких Природных местах Навигатор говорит Нам до озера ехать 1 час 17 минут За бортом Плюс 38 градусов Автомобиль На малых скоростях При маневрировании Слышу Виск резины Так Как будто бы На парковке Подземном паркинге Ты едешь И поворачиваешь И виск резины А тут точно Такое же на улице Но правда Резине уже 3 года Если бы знал Что так будет То наверное Уже купил бы Новую летнюю резину Потому что Резина стоковая Которая с салона Шла на автомобиле Придж стоун Надо покупать Новую резину Меня пугают Такие звуки Она Наверное Нагрелась от жары Может не для этой страны Но эта резина Я не знаю Убень мы Убень Тут даже есть баран Мы приехали на озеро Туз Это такое похоже, как у нашей розовые озера в Генической Но немножко другого цвета, такого желтовато-коричневого Тут есть супермаркет, магазинчик, где можно купить эту всю соль Это мороженое, тут делают прикольное такое Это одно мороженое, стоит 1 доллар Или 5 лир Но я попросил, чтобы накинули начинки на 1 доллар Лир не было Лень менять Правда плохо видно? Сейчас исправлю Озеро Туз, второе повеличение озера в Турции после озера Ван В то же время это озеро является одним из самых соленых озер в мире Три селеные шахты в озере добывают порядка 70% от всей соли, потребляемой Турцией Ежегодно на берегах озера вылупляется более 10 тысяч птенцов фламинго Однако озеро с каждым годом уменьшается в объеме Именно поэтому к нему стали реже прилетать фламинго, которых раньше селили здесь целыми стаями Летом из-за испарения Туз теряет большую часть своей воды На пересохшем дне образуется слой соли средним толщиной 30 см Зимой соль вновь растворяется в пресной воде, которую озеро получает в виде осадков и стоков с окрестных земель Зимой соль вновь растворяется в виде осадков и стоков с окрестных земель Зимой соль вновь растворяется в виде осадков и стоков с окрестных земель Зимой соль вновь растворяется в виде осадков и стоков Зимой соль вновь растворяется в виде осада Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!